К другим новостям. 1 марта в Муроме отметили день зимних видов спорта. Почти в каждом уголке нашего города кипела спортивная жизнь. На энергии соревновались конькобежцы. В микрорайоне Вербовский состоялись лыжные забеги. Еще два события прошли в Ледовом дворце «Кристалл». Хоккейные баталии и матчи по керлингу, на которых и побывала наша съемочная группа. Мастер-класс по увлекательному зимнему виду спорта, или как еще называют керлинг, шахматом на льду, состоялся в «Кристалле». Сейчас в отделении керлинга занимается более 30 человек. Есть и новички. Ирина Богомолова и Полина Семенова толкают камни совсем недавно. В ноябре прошлого года школьницы побывали на международных соревнованиях по керлингу «Муром Классик-2022». Понравилось. Узнала на соревнованиях, которые приходили у нас. Меня заинтересовал этот спорт, и я пришла сюда. Коллектив хороший, тренер тоже. Все хорошо тренирует. Здесь надо не то чтобы сила какая-то, надо думать. И это, как бы сказать, интересно для меня. Играть достаточно сложно, но если еще больше тренироваться, то, думаю, все в дальнейшем будет получаться. Другим муромским керлингистам уже удалось побывать на региональных и областных соревнованиях и стать призерами. Некоторые из них занимаются около полутора лет. За это время им удалось наладить сыгранность в команде. Нам удалось побывать в Дмитрове два раза. Первый раз сыграли хорошо, третье место заняли в своей подгруппе. Ну, последний немножко не очень, потому что мы были в старшей группе, попали. Ну, это очень хороший опыт. За полтора года опыт гораздо стал больше. Особенно нам помогли сборы в городе Санкт-Петербург. После этого опыт вообще стал гораздо лучше, прям похож на уже профессионалов. Мы после сборов стали чемпионками области. Возможно, в октябре поедем на Россию. Главный тренер отделения керлинга в Муроме Маргарита Фомина поделилась промежуточными итогами сезона. Мы уже сыграли чемпионат области Владимирской среди наших детей. Но так как керлинг только в Муроме, соответственно, участие принимали наши спортшколы спортсмены. И у нас было несколько выездных соревнований. Мы ездили в Дмитров на турнир. И вот последний раз, буквально пару недель назад вернулись, отправляли три команды. Были победы, очень хороший опыт получили. После взрослого женского турнира было очень много желающих, которые пришли себя попробовать в керлинге. Многие из них остались. Сейчас у нас порядка 30 детей. На тренировки ходят 18-20 стабильно. Достаточно насыщенно получается у нас, потому что у нас всего две дорожки. И очень много желающих поиграть. Но стараемся всем уделять время максимально и обучать керлингу. Сейчас ребята готовятся к новым вызовам. Впереди очередные турниры. Одним из них станет Кубок Ильи Муромца. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости.